Что придумают Барби и Кен для развлечения своей малышки? Как сделать лошадку-качалку, бизи-борд и сундук для хранения игрушек? Смотри в нашем новом видео! Барби мечтает стать мамой. От старого сквиши-мишки осталась одна голова. Отрезаем ухо. Слишком большое. Придаем форму животика. Аккуратный животик готов. Подходит идеально. Покрываем будущий животик акрилом в тон кожи Барби. Используем ленту-липучку телесного цвета. Наносим на края ленты термоклей. И закрепляем по краям животика. Фиксируем с помощью липучки на поясе куклы. Барби довольна. Животик моей мечты. Кен, скоро мы станем родителями. Это так волнительно, Барби. Малыш еще не появился, а я уже бесконечно его люблю. Я чувствую, как наш малыш двигается. Да, наверное, ему не терпится нас увидеть. Добрый день. Я уверена, наш ребеночек уже готов появиться на свет. В таком случае подготовим все для комфортного рождения малыша. Барби, ни о чем не беспокойся. Неужели совсем скоро я стану мамой? Поздравляю, у тебя родилась здоровая и красивая малышка. Моя сладкая крошечка, ты такая маленькая и чудесная. И, конечно, уже проголодалась. А что может быть полезнее, чем грудное молоко? Барби, Кен, вы стали родителями прекрасной малышки. Поздравляю. И я уверена, что вы будете прекрасными родителями. Берем деревянную лошадку-качалку. Лошадь покрываем розовым акрилом. Основу качалку окрашиваем голубым. Покрываем акриловым лаком. Декорируем лошадку глиттерными сердечками. Основу украшаем звездочками. Яркая лошадка готова. Берем отрезок пушистого полотенца. Вырезаем будущее сиденье качалки. Наносим термоклей на спину лошадки. И приклеиваем сиденье. От коктейльной трубочки отрезаем две небольшие детали. Приклеиваем к голове лошадки. Украшаем бусинами. Получилась блестящая лошадка-качалка. Малышка в восторге от новой качалки. Вперед, лошадка! Но! Крошка, папа приготовил для тебя сюрприз. А вот и он. Это деревянная лошадка-качалка для маленькой наездницы. Кен, это чудесный подарок. Я никогда не видела лошадки красивее. Малышка, тебе нравится? Кен, похоже, у нашей крохи появилась новая любимая игрушка. Барби, я не удивлюсь, если на следующий день рождения наша малышка попросит живого пони. У нас есть подходящая машинка Лол. От игрушечной корзинки отсоединяем ручку. Наносим на машинку термоклей и фиксируем корзинку. Берем пластмассовую фурнитуру в форме сердечка и коктейльную трубочку. Трубочку укорачиваем. Вертикально фиксируем трубочку. Крепим пластиковое сердечко. Теперь у малышки есть удобная машинка для похода в супермаркет. Наш совместный поход за покупками стал намного увлекательнее. В этой машинке малышке всегда весело, а я могу не спеша выбирать наши любимые продукты и лакомства. А это любимое молоко нашей крошки. Угощайся! С нашей машинкой-тележкой каждый поход за покупками превращается в настоящее приключение. Берем пластиковый футляр для бейджа. На листе плотной бумаги обводим контур. Вырезаем и вставляем в футляр. Сделаем бизи-борд. Из выточки для крафтбукинга вырезаем пазл. Резинку-пружинку укорачиваем до нужного размера. Распрямляем скрепку. Собираем слово «сан» — «солнце». Фиксируем звездочку-пазл. Декорируем доску пластиковыми колесиками. Добавляем бусины разных цветов и форм. Наносим термоклей на рамку доски. И украшаем яркой пластиковой фурнитурой. Есть даже сова — символ мудрости. С обратной стороны устанавливаем регулятор высоты из коктейльной трубочки. Сколько интересного на развивающей доске! Бусинки переворачиваются. Колесики двигаются. Резинка пружинит. И замочек закрывается. Барби, мы выбрали самую полезную из всех игрушек. Увлекательная бизи-борд. С такой доской интересно играть не только малышке, но и мне. Чудесный подарок. Это правда. Доска бизи-борд не даст заскучать. А еще с ней можно играть в школу. Я буду учителем, а ты ученица. Тема урока — сова. Похоже, сова понравилась малышке больше всего. Нам нужна бусина и подставка под праздничную свечку. На бусину наносим термоклей и крепим на вершине подставку для свечки. Укорачиваем ножку подставки. От резинки пружинки отрезаем небольшие детали. Наносим на края термоклей и фиксируем по бокам бусины. Получилась непроливаемая бутылочка. Украшаем веселой наклейкой. Бутылочка готова и ждет малышку. С такой удобной бутылочкой малышка не хочет расставаться ни в кроватке, ни в коляске. Бутылочка и правда очень выручает, когда нужно напоить малышку и не разлить содержимое. Нам понадобится много палочек для кофе. Отмечаем середину и делим четыре палочки пополам. Подбираем фурнитуру уголок. Наносим термоклей и вертикально фиксируем палочки. Делаем четыре угла. Приклеиваем следующие две палочки горизонтально. Соединяем все углы. Формируем боковые части палочками покороче, придавая форму прямоугольник. Перед нами основание сундука для игрушек. Добавляем палочки, а ниже – стенки сундука. Фиксируем термоклеем. Склеиваем дно ящика из палочек. И добавляем симметричную крышку. Устанавливаем фурнитуру-петлю. Для удобства поднятия и опускания крышки на поверхность крышки приклеиваем ручку. Открывать такой сундук очень удобно. Из двух квадратных деталей формируем паз для колесика. Фиксируем с помощью деревянных палочек. Колесики катятся удобно и легко. Покрываем ящик белой акриловой краской. Декорируем деревянными фигурками фурнитурой в форме сердечка, мишки, пегаса и бантика. Подбираем текстильный мешочек. И вставляем в ящик. Деревянная уточка явилась для выполнения миссии. Наносим термоклей на бок ящика. И приклеиваем канатик. Соединяем с уточкой. Кря-кря, мое задание присматривать за игрушками. Вперед, навстречу приключениям! Чехол для наушников превратим в сумку на коляску. Замаскируем отверстие. На отрезке красного фетра намечаем контуры отверстий. Вырезаем. Вставляем в чехол и фиксируем термоклеем. Установим сумку на коляску. Для этого сделаем ручку из канатика. Крепим его на термоклей внутри сумки. Приклеиваем на место замка бусинку. Сумочка готова! И колясочка выглядит намного функциональнее. Возьмем на прогулку самое необходимое. Подгузники, пеленальный коврик и бутылочку с соской. Какая удобная и вместительная сумочка! Кажется, малышка хочет пить. А вот и твоя бутылочка. Как удобно, когда даже на прогулке все самое нужное под рукой. Украсим голову малышки. От атласной ленты отрезаем небольшой отрезок. Отмеряем нужную длину. Соединяем края термоклеем. Малышке нравится, но это еще не все. Украшаем место стыка текстильной розочкой. Теперь малышка в восторге. На ткань наносим контур будущих шортиков. Вырезаем. Соединяем детали термоклеем. Надеваем на Барби. Идеально! Из стретчевых резинок формируем основу топа. Приклеиваем поверх основы ткань. Получилось белье для кормления малыша. В таком топе мне удобно кормить малышку, где бы мы ни находились. Барби очень довольна, но кажется, больше всех довольна малышка. Для велосипедной прогулки понадобится кресло для малышки. Над огнем нагреваем канцелярский нож. И срезаем ненужные ножки стула. Покрываем стул белым акрилом. Наносим акриловый лак. И украшаем крупным глиттером. Из меховой ткани вырезаем сиденье. И приклеиваем термоклеем. Атласную ленту приклеиваем к дну кресла с внешней стороны. Отрезаем лишнюю длину. Приклеиваем горизонтальную ленту. И фиксируем концы на спинке кресла. Готовое кресло крепим на заднем крыле велосипеда. Самый экологичный и удобный способ передвижения на природе – велосипед. А малышка в восторге от велосипедной прогулки. Устроим пикник на этой полянке. Отдохнем и наберемся сил для велосипедной поездки домой. Пришло время поиграть? Выберем твои самые любимые игрушки. Мягкий зайчик любит рассказывать увлекательные истории. Но у малышки много других любимых игрушек. Уточка, бизи-борд и деревянная лошадка. А я в восторге от новой сумки на коляску и удобной непроливаемой чашки. Что в этом выпуске понравилось тебе больше всего? Велосипедное кресло, машинка для супермаркета или бизи-борд? Ставь лайк, подписывайся на канал Лалилу и жми на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.